Экономика всюду, поэтому за достижения в экономике тоже стали давать Нобелевскую премию с 1969 года. За что? Самое интересное. Только один раз за всю историю Нобелевка по экономике досталась женщине. Ее получила в 2009 году американка Элинар Остром. За что? Она доказала, что группа людей вполне успешно может управлять общей собственностью без приватизации и госрегулирования. Чем и кому полезны ее открытия? Например, нашим национальным общинам. Так получается, что при использовании ресурсов, будь то лес, рыбные запасы, пастбища, выгоду получает индивидуум, а издержки несет вся община. Но исправить положение дел и избежать трагедии общин, есть такое специальное понятие, можно. Для этого нужно всего два условия. Первое. Определить четкие границы группы, которая может пользоваться этим ресурсами. И второе. Укрепить социальные связи в этой группе. Это если коротко. Еще один нобелевский лауреат, американский экономист Рональд Коус. Мой самый любимый, наверное, персонаж. Он получил премию за исследование в области прав собственности и выведение понятия транзакционных издержек. Что это значит? Правила работы четко обозначены, все друг друга понимают, у всех совсем всегда все согласуется, ожидания, интерес, вообще все прекрасно. Вот если бы так было на самом деле, все в нашей жизни было бы идеально. А так люди местами не соображают, забывают, воруют, опаздывают. Сплошные транзакционные издержки. И что делать? Помнить об этом. О том, что совершенство недостижимо, но есть разнообразие. И лавировать. В 2015 году Нобелевскую премию получил экономист Дитон. Он нашел денежный предел счастья. Это годовой доход больше 75 тысяч долларов или около 5 миллионов рублей. Что это значит? Деньги действительно помогают людям почувствовать себя счастливыми. Но когда их слишком много, больше 75 тысяч долларов в год, они не радуют. То есть очень богатого человека уже не делают счастливым ни вкусная еда, ни новая машина, ни общение с друзьями, ни любовь. Иногда Нобелевскую премию по экономике получают совсем не экономисты. К примеру, психолог Канеман. Это человек, который придал экономике человеческого тепла. Он доказал, что субъективное ощущение людей, уровень счастья, самооценка, качество жизни не менее важны, чем объективные экономические характеристики. В общем, экономика всюду, и это интересно.